Шаббат шалом Как наша молодежь сегодня прекрасно славила Бога и пела такой псалом Вот сердце мое, говори ко мне И давайте мы помолимся, чтобы Бог сегодня говорил внутри нас Отец, мы стоим перед Тобою, открытые, Господи, в ожидании того, что Ты будешь учить нас И Твое Слово, оно будет изменять нас, преображать в Твой облик Мы нуждаемся в Тебе Мы здесь, потому что мы жаждем Тебя, потому что мы любим Тебя Мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал наш народ и даровал нам свою Тору Мы благодарим Тебя, Ишуа, за то, что Ты стал живой Торой, сошедшей с небес И Духом Святым Своим Ты пишешь слова свои на наших сердцах Благословено имя Твое Амин Присаживайтесь, пожалуйста И мы с вами начинаем потихонечку подходить к концу увлекательного путешествия Которое длилось у нас год Мы заканчиваем изучение пятой книги Торы, книги Дворим И на этой неделе мы с вами изучаем главу, которая называется Ницавим Это книга Дворим с двадцать девятой главы девятого стиха по тридцатую главу включительно полностью Правда, в оригинале это с двадцать девятой главы десятого стиха, чтобы вы знали И данный раздел Торы является заключительной частью последней, третьей речи Маше И согласно евлейскому календарю, эта глава, она обычно читается вместе с главой Ваэлех Но у нас сегодня с вами есть возможность изучать одну главу Поэтому будем это с вами и делать И глава Ницавим, она является одной из самых маленьких глав в Торе Но одной из самых интересных И скажу вам, что традиционно читаются вначале первые три стиха Эти три стиха, они говорят о завете Божьего народа с Богом Абрама Ицхаха Якова Завете, который распространялся на весь народ Начиная с поколения пустыни и заканчивая нашим поколением и еще дальше Тем поколением, которое не родилось Потому что весь еврейский народ, он связан с нашим Богом неразрывно И я скажу вам, что очень интересная глава Но сегодня мы не будем начинать с первых трех стихов Сегодня я хочу поговорить о последних двух Поэтому давайте мы откроем с вами дворим 30 главу, 19 и 20 стих Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь Дабы жил ты и потомство твое Любил Господа Бога твоего Слушал глаз его И прилеплялся к нему Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих Чтобы прививать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку, Якову дать им В оригинале, правда, написано Любил Господа Бога твоего и исполнял волю его И если мы посмотрим, то что мы видим в данных стихах Мы видим, что Маше предлагает жизнь Он говорит, избери жизнь Он предлагает жизнь израильскому народу И эта жизнь заключается в любви к Богу В исполнении Его воли И к тому, чтобы присоединиться к Богу Друзья, в иудаизме это называется Три ступени на пути духовного совершенства И это очень интересное название И в данных стихах мы видим, что с вами? Мы видим призыв Божий Избери жизнь Маше призывает нас с вами Что сделать? Сделать выбор Друзья, возможно сделать выбор Каждого человека Это основа еврейского и христианского учения Мы с вами созданы по образу и подобию Божьему И основными элементами этого образа Это является наш разум и свобода выбора Свобода нашей с вами воли Мы не живем как животные, которые движутся Только лишь своими инстинктами Конечно, человек может прийти в такое состояние Когда он будет больше оперяться на свои инстинкты Но у нас с вами есть разум И в определенных ситуациях, например, скажите мне Кто был в качестве сопровождающего свадебный эскорт Начиная от ЗАГСа и заканчивая застольем? Были такие люди? И я думаю, что вы меня поймете А другим мы расскажем Что это очень непростое дело Потому что к концу уже очень хочется кушать И когда собираются за столом Кушать хочется очень сильно Но мы сдерживаем свои желания Мы сдерживаем, потому что мы понимаем Если мы начнем кушать сразу То это будет последняя свадьба На которую нас пригласили И это наш выбор Мы можем делать свободный выбор И я скажу, что мы делаем То, как мы делаем выбор в нашей жизни Оно формирует нашу с вами жизнь И внешние же условия, которые вокруг нас Условия, обстоятельства Этими обстоятельствами руководит, конечно же, сам Творец Он дал нам право выбора Он дал нам управлять своими желаниями И выбирать то, как мы будем с вами поступать Выбирать свои действия И я скажу, друзья, что наши желания Они определяются ничем иным Как наличием или отсутствием трепета Перед самим Всевышним Если мы имеем этот трепет То наши желания будут основываться На ощущении постоянного Божьего присутствия И мы тогда будем стремиться исполнять Его волю Если мы с вами не будем иметь этого трепета То я скажу, что мы будем думать Что, по сути, никто не видит то, что мы делаем Для нас это будет помершее такое понимание И это будет двигать нас делать то, что мы хотим И что не всегда дозволено и полезно для нас Таким образом, выбор, друзья, делаем мы всегда сами Наш выбор мы делаем самостоятельно А внешними остоятельствами управляет Всевышний Мы свободные существа И мы можем выбирать с вами делать добро или делать зло Однако степень нашего выбора В любом случае она зависит от внешних факторов Которые устроил сам Господь Я объясню это, почему Потому что мы рождаемся в определенное время Мы рождаемся в определенной стране В которой есть свои определенные культурные традиции Мы рождаемся свободными или рабами И это влияет на нас Но несмотря на то, что мы не можем изменить Вот эти вот внешние обстоятельства В которых мы пребываем И которые установлены Творцом Мы в любом случае можем делать правильный выбор И я скажу, что во многих ситуациях Этот правильный выбор Он может изменить обстоятельства вокруг нас И в истории мы видим такие моменты Когда правильный выбор одного человека Он менял ход истории Я скажу, что не всегда так было И не всегда так думали И не всегда так думают Во втором веке В начале второго века До Рождества Христова Появилась такая секта Есеев Секта Есеев И основным ее таким положением Был тотальный фатализм Вы знаете, эта секта Она относилась к событиям Которые происходят в жизни В истории народов Или в жизни определенных людей Или общества Как проявление предопределенного Божественного провидения И вы знаете, что на фоне вот этой секты Впоследствии многие последователи Этой иудейской секты Они в дальнейшем стали переверженцами Гностицизма Против которого, в свою очередь Очень сильно мы видим в писаниях Выступали апостолы Но данная теория Она является ересью И тем самым она препятствует Их мышление Оно препятствует к человеку К покаянию Есть интересная литература Можно об этом почитать Я не буду об этом углубляться Но скажу то, что Они считают, что все предопределено Богом И выбирать нам не стоит Потому что все уже по сути решено Это так грубо Это я говорю так Там есть свои нюансы И свои моменты Которые они выдвигают Но скажу так Что вот Рамбан говорил Что свобода выбора Основополагающий принцип На котором зиждется Все здание законное И каждая отдельная заповедь И это основа Мы с вами имеем свободу выбора Мы имеем с вами свободную волю Но, друзья Вернемся все-таки К нашему тексту Интересному И что же Повторю опять Что же мы видим Бог устами Маше Предлагает Израильскому народу Выбрать жизнь Жизнь, которая зависит От исполнения трех пунктов Это Любовь к Богу Исполнение Его воли И Состояние присоединения Прилепленности к Богу И сказано это Как мы видим В нашем тексте В рамках Синайского завета Но возникает вопрос Вот для нас Лично для нас с вами Как это применить Как Как вот Как любить Бога Как к Нему Прилепляться Как слушать Как написано В синаидальном переводе Глаз Его И давайте мы с вами Поэтому поразмышляем Пункт первый Любить Господа Бога твоего Как любить Бога Есть ли формула Любви к Богу И вы знаете В данном случае Этот стих Можно понять В свете Всего Писания Тут работает Принцип Что Писание Толкуется Самим Писанием И в Танахе Друзья Я сделал Скажу вам сразу Это поверхностное Исследование Если я в цифрах Немножко ошибся Вы на меня Не сильно Обижаетесь Но приблизительно Картину вы поймете Я посчитал И насчитал 54 Прямых заявления В Танахе Где Господь говорит Я вывел вас Из земли Я Бог Который вывел вас Из земли Египетской В самой Торе Таких заявлений 30 И это заявление Или этот факт Это то Что формировало Сознание Еврейского народа Как народа Это формировало Его веру в Бога В Бога Который спас И вывел Из рабства В Бога Который обеспечивал Бога Который защищал Бога Который Проявлял Заботу И в этом Я скажу вам Друзья Что Происходило Утверждение Израильского народа В любви К Богу Мы с вами Друзья Тоже Полюбили Бога Да Неправда Любим мы Бога Конечно же Любим И вы знаете Так интересно Что Кто-то полюбил Его Потому что Он Бог Просто Кто-то полюбил Его Потому что Боялся Наказания Кто-то Полюбил Его Потому что Решил Вначале Какие-то Решить Свои Проблемы Скажу вам Если честно Ваш покорный Слуга Я наверное Полюбил его Поэтому Вначале Но вы знаете Когда любовь Божия Излилась В мое сердце Духом Святым Что-то Во мне Изменилось И я думаю Что это Изменилось В каждом Вашем Сердце И Я увидел Что Спаситель Мой спаситель Ишуа Маше Умер За меня Грешника На Голговском Кресте Я увидел Что Я оправдан Его кровью И Примирился И спасся Его жизнью И вы знаете Это то Что Движет мной Я думаю Движет вами В любви К Богу Мы Взираем На жертву Христа И это Всегда Заставляет Нас Вдохновляться Это Это Всегда Заставляет Нас Радоваться Это Всегда Дает Нам Особенное Состояние Благодарности Богу И Любви И я Скажу Что Мы Полюбили Бога Дающего Себя На Голговском Кресте И Бога Мы Любим Любить Можем Тогда Когда Наш С вами Взгляд Будет Усмотрен На Ишуа Мессию Когда Мы Будем Видеть Его Как Только Начнет Меркнуть Его Слава В наших Жизнях Сразу Начнет Меркнуть Наша Любовь К Богу Потому Что Друзья Наш Взор Он Должен Быть Всегда На Нем И Писание Оно Пишет Я Процитирую Послание К Евреям Что Взирая На Начальника И совершителя Веры Иисуса Ишуа Который Вместо Предлежащей Ему Радости Претерпел Крест Пренебрегший Постромление И Восел Одесную Престола Божия Помыслите О претерпевшем Такое Над собой Поругание От Грешников Чтобы Вам Не Изнемочь И Не Ослабеть Душам Вашим Да Друзья Тут Нечего Добавить Нечего Сказать Что Мы С вами Должны Взирать На Него Когда Мы Взираем На Него Мы Наши Благодарные Сердца Будут Любить Его Более И Более Пункт Второй Исполнять Волю Его Для Начала Чтобы Волю Исполнять Ее Надо Как минимум Вначале Знать Да И В Синаидальном Переводе Как я Сказал Этот Пункт Он Написан Слушать Глаз Его Так Так Как Его Глаз Надо Слушать И Глаз Его Вообще Для Начала Надо Знать Потому Что Бывает Что Люди Слышат Какие Голоса Но Большой Вопрос Божьи Голоса Голоса Тех Тех И И И И И Вопрос В Писании Вы Знаете Я Верю Что Вот Это С Вами Друзья Книга Жизни И На все Вопросы Мы Можем Найти Ответы В ней На все Я Я Верю Что На все Вопросы Полностью Бог Показал Нам Свои Ответы И Главное Только Увидеть И У меня Вопрос Скажите Пожалуйста Как Часто Бог Говорит В вашей Жизни Примерно Так Что Вот Пойди Туда Туда Тебе Надо Сделать То То Провести Вот Такие Такие Действия Часто Говорит Я Скажу Наверное Не Часто Вряд ли Может быть Есть В зале Кому Бог Говорил Как Анании Пойди На Такую То Улицу Зайди В Такой То Дом Там Ты Увидишь Такого То Человека Молящегося И Постящегося Три Дня Ну Вряд ли Но Вы Знаете Если Говорит Очень Редко Подобным Образом Но Вы Знаете Друзья Чаще Всего Бог Говорит Нам Через Священное Писание И Это Пришли С работой Уставшие Перед Сном И Думаем Надо Почитать Потому Что Надо Или Надо Почитать Чтобы Хорошо Уснуть Знаете Или Когда Жена Варит Борщ Мужу И В одной Рукой Держит Библию Думая Как бы Его Не Пересолить Это Конечно Галочка Поставлена Что Ты Почитал Но Это Не Есть Чтение Чтение Изучение Слушание Гласа Божьего Это Когда Мы С вами Отделяем Для Этого Время Когда Мы Уединяемся С вами С Богом Когда Мы Молитвенно Размышляем Над Писанием Когда Мы Читаем Ожидая То Что Бог В это Время Он Говорит Наши Сердца И Когда Бог Открывает Нам Какое То Слово Мы Благодарим Его Молимся Горим Боже Помоги Мне Применить Это Слово В Жизни Моей Она Не Укоренится Внутри Наших Сердец Вот Это Друзья Это Есть То Что Называется Слушать Голос Его Это То Что Называется Познавать Его Волю И Только В таком Подходе Мы Можем Узнать Его Волю И Мы Можем Эту Волю Исполнять Потому Что Писание Говорит Нам Чтобы Мы Это Применяли Чтобы Мы Не Просто Послушали Вот Я Узнал Я Крутой Верующий Я Знаю Какую-то Интересную Глубокую Истину Нет Писание Говорит Чтобы Мы Это Применили Чтобы Мы Научили Этому Других И Это Важно Понимать Это Очень Важно Понимать Нам С вами Я Скажу Друзья Третий Пункт Дальше Мы Идем Прилепиться К Богу Присоединиться К Богу Как Мы С вами Можем Присоединиться К Богу Прилепиться К Богу Можно Только Лишь При Одном Условии Войдя С Ним В заветные Отношения Вне Завета Этого Сделать Нельзя И Наша Глава С вами Сегодняшняя Она Не зря Начинается С Упоминания Заветных Отношений С Богом Я скажу Вам Что Даже Если Мы В завете Если Мы В завете Не Исполнение Условий Завета Оно Просто Не даст Тебе Действительно Перелепиться К Богу В завете Надо Исполнять Условия Завета И в нашем Тексте Мы видим Вот это Слово Которое Написано Перелепляться Значение Его Присоединиться И Я Смотрел Подобные Слова И нашел Подобное Слово Подобное Слово В Книге Деяний Где Вы помните Эту хорошую Историю Где написано Что после Проповеди Петра К церкви Присоединилось Душ Около Трех Тысяч И смысл Слова Которое Там написано Присоединиться Друзья Мы можем Прилепиться Богу Когда Мы Прилеплены К телу Мессии Друзья Когда Мы Понимаем Что Мы Божья Община Когда Мы Понимаем Что Мы Прекрасная Невеста Ожидающего Своего Жениха Невеста Которая Украшает Себя В ожидании Встречи Бога Встречи Жениха Своего Когда Когда Принимаем Активное Участие Во всех Внутренних И Внешних Процессах Общины Это Есть Действительное Прилепление К Богу Не тогда Когда мы Сторонние Созерцатели Приходим Чтобы Услышать Слово Чтобы Нам Послужили Но Когда Мы Прилепились И Мы На Лозе Это Есть Истинное Прилепление К Богу И Я Опять Процитирую Писание Которое Прекрасно Описывает Это Состояние Это Евангелие Атеана 15 Глава Я Есть Истинная Виноградная Лоза А Отец Мой Виноградарь Всякую У меня Ветвь Не Приносящую Плода Он Отсекает И Всякую Приносящую Плод Очищает Чтобы Более Принесла Плода Вы Уже Очищены Через Слово Которое Я Проповедовал Вам Прибудьте Во мне И Я Вас Если Как вет Не может Приносить Плода Сама Собою Если Не Будете На Лозе Так И Вы Если Не Будете Во Мне Я Есть Лоза А Вы Ветви Кто Привывает Во Мне И Я Я В нем Тот Приносит Много Плода Ибо Без Меня Не Можете Делать Ничего Кто Не Прибудет Во Мне Извергнется Вон Как Как Вет Вет Засохнет А Так Ветви Собирают И Бросают В Огонь И Они Сгорают Друзья Нельзя Ничего Добавить Мы Должны Быть Прилеплены К Телу Мы Должны Быть Прилеплены К Богу И Приносить Плод Наша Миссия Приносить Плод И В заключении Скажу Сказать Друзья Что Наше Время Мы Так же Само Как Израильский Народ Того Времени Имеем Право Выбора Бог Предлагает Сегодня Каждому Из нас Выбрать Жизнь И Ты Так же Можешь Сделать Это Выбор Я скажу Что Если Ты Никогда Не Принимал В свое Сердце Ишуа Господом И Спасителем То В конце Собрания У тебя Будет Прекрасная Возможность Это Сделать Подойди Кому-то Из И Помолиться Вместе И Если Ты Спасен Ты Должен Помнить Что Твоя Жизнь Она Все равно Зависит От Любви К Богу Исполнения Его Воли И Того Насколько Ты Прилепился Прилепился К Нему Поэтому Давайте Всегда Будем Всирать На Нашего Мессию Давайте Действительно Будем Прилеплены Прекрасной Невесте Христовой И Всегда Будем Изучать Молитвенно Его Слово Ожидая Что Бог Говорит Внутрь Нас Баруха Баруха